Ребятки, всем привет, с вами Дава Дым и мы немного развеяли серый фон. И теперь начнем мы вначале с того, что определим, кто же выиграл 1000 рублей в конкурсе, которое было в прошлом видео. Конечно же выиграл вот этот комментарий, поэтому дядя, автор этого комментария, напиши мне сейчас в личку в директ, в инстаграм, в контакт. И мы с тобой там все обсудим. Ну а нас сегодня ждет интересный продукт, состоящий из двух линеек и это очень-очень стильно. Давайте потихонечку по полочкам. Как все это называется вот в такой вот прикольной обойме? Называется все это Генель. Генель табака, но мне кажется, что Дженель звучит куда более солиднее, прикольнее и намного интереснее. Так, давайте теперь потихонечку по фактам. Что перед нами есть? Перед нами есть вот такая вот обойма, симпл пак из 10 вкусов, 5 вкусов хард линейки и 5 вкусов, грубо говоря, легкой линейки. Что внутри? Внутри это все максимально стильно. Можете все это вот так вот посмотреть. Я когда увидел, я просто сказал, что это прикольно, это стильно. Но на этом все не заканчивается. Что нас ждет уже в самих баночках? У нас здесь есть средняя линейка. Это вот такая вот стильная баночка, не похожая на те баночки, которые у нас есть, грубо говоря, в популярных продуктах. Это абсолютно эксклюзивная баночка с вот такой вот крышечкой тоже, что очень круто и прикольной наклеечкой по всему периметру. Я поначалу думал, что открывается все это очень сложно. Думал, придется рвать, надрезать и так далее. Но оказалось все очень просто. Просто поворачиваешь и все отрывается. Это у нас так выглядит у нас средняя, блядь, легкая линейка. Как я не знаю, либо средняя, либо легкая. И когда у них появится средняя, тогда это станет сразу легким. Поэтому давайте есть легкая, есть белая линейка, есть, сука, черная линейка. Так, и, собственно, черная линейка. Она выполнена полностью в черном цвете и открывается все так же легко. Что нас ждет внутри самих баночек? Нас ждет здесь вот такой вот черный пакет весом в 100 граммов. Могу сразу сказать, что здесь у меня черная линейка на фанеле, а здесь у меня легенькая линейка. Почему? Потому что показалось, что очень-очень легко и, ну, не закатило. А вот здесь вот как раз-таки немного, прям вот чуть-чуть перебор для меня. То есть это такая крепость, которая, знаете, вот вызывает у тебя прям реальное накуривание. То есть ты куришь и ты понимаешь, что тебе реально становится сложно это курить. Не потому что это очень тяжело, а потому что тебя реально накуривает. Давайте теперь разберемся с ценами. Собственно, здесь есть вот такая вот брошюрка со всеми вкусами. Давайте я пока сейчас буду рассказывать про цены. Я вот сюда всю эту брошюрочку вставлю. Вы можете потихонечку почитать, поставив на паузу. Что касается цен. За одну баночку производитель просит 750 рублей. Акцизного, легального, стильного табака. Так, давайте, собственно, попробуем раскурить все это и потихонечку буду вам рассказывать про технические характеристики данного продукта. Начнем, наверное, с тяжелой линейки, потому что так будет гораздо приятнее и интереснее. Не считая, что это крепкая линейка, то здесь нет такого понятия, как никотиновый удар. То есть нет такого момента, когда на первой тяге начинает просто дико бить по горлу. То есть все максимально гладненько, максимально приятно. Да, вы сейчас подумаете, что это, наверное, самый лучший табак, и я его, пиздец, как раз хваливаю. Нет, я лишь говорю то, что я почувствовал, то, что я оценил. И, по крайней мере, мне это зашло. Я сейчас курю здесь у меня ананас. И вот здесь есть маленькая заминка. То есть с крепостью все окей, все идеально в тяжелой линейке. Но со вкусами есть проблемы. Вот, допустим, ананас в данном моменте, хоть и он забит на фанели, да, я понимаю, что аромка слаб же. Но до этого я его прокуривал на пятидырой чашке, на апгрейде и на убивашке от РФ. И на всех чашках, в принципе, я чувствовал недостаток вкуса. Из таких вкусов, как Грейпфрут Лайм, здесь, понятно, да, цитрусовая, кисленькая, сочненькая. А такой вкус, как Фрозен Эйпл, и вот это слово Фрозен, обычно меня всегда пугает в табаках. Почему? Потому что я не очень люблю, когда вкусы переохлажденные. То есть, прям вот куришь и думаешь, блядь, да хватит, сука, ложить, блядь, эту мяту. Хватит ложить этот холодок. Но здесь, в плане Фрозена, все хорошо. Но яблочко не так ярко чувствуется. Ананас, я про него только что рассказал. Энгриминт, ну, мятка хорошая, но я не фанат мяты и не фанат суперновы, то есть и всего остального. Поэтому я так чисто ее понюхал и понял, что мята, она прикольная, она не бьет в нос. И, возможно, она курится очень мягенько и сильно прям так не рвет тебе горло. Ребята очень сильно хвалятся своим сырьем и называют они его Бентли среди всех остальных табачных, собственно, фабрик, да, то есть табачного сырья. По сырью вроде все окей. Не чувствуется само сырье, но в Дарк, ну, то есть в крепкой линейке, Берли должен по-любому чувствоваться. И он здесь чувствуется на такой вот маленькой грани, но очень приятно. Аромки у них тоже европейские, немецкие и так далее. Так вот, я думаю, про черную линейку я вам все, что нужно, рассказал. Так, переходим. Сейчас я еще раз покрепче покурю, потому что дальше мне не очень интересно. Переходим к белой линейке. Это у нас легкая линейка. И здесь идет реальный переход. То есть здесь он, конечно, проигрывает по моим личным предпочтениям по крепости очень сильно, но по аромке здесь просто колоссальная разница. То есть как будто я курю два разных продукта. И здесь все гораздо ярче и интереснее. Но крепость очень-очень низкая. То есть примерно я вам скажу так, что легкая линейка это а-ля полностью Европа. То есть вы понимаете, да, что такое Германия, Европа и так далее. Это Вирджиния и максимально легко. Только разница в том, что здесь не сильно чувствуется химоза. То есть есть в каких-то вкусах, которые я прокуривал, чувствуется немного химки, но... Всем пацанам с химок салам. Но в целом довольно-таки интересно, не учитывая крепость. Потому что крепость здесь, по моему мнению, просто нулевая. У меня сейчас здесь курится вишня кола. И вишня кола охуительная. По дымности, что у крепкой линейки, что у легкой линейки, все нормально. По времени прогрева тоже все идеально. Но что касается жаростойкости, это любит жар. И когда ты его перегреваешь, у него открывается сука второе дыхание. И он начинает просто тебя убивать. А здесь же при перегреве начинается чувствоваться уже закипание. Вот это, знаете, глицерина, ароматизаторов. Поэтому белую линеечку легкую лучше не перегревать. Теперь давайте я разберу те вкусы, которые я уже курил. Candy Wave для меня самый топовый вкус из тех, что здесь есть. Да, черри кола тоже очень круто, но Candy Wave это просто несравнимо с тем, что есть в этих вкусах. Так, Frozen Berry. Такие же обычные ягодки. Очень яркий ягодный вкус с тонкой ноткой холодка. То есть никогда тебя ебенит. Голубика показалась мне максимально химозной. Не очень приятная. И я вначале думал, что будет типа блюмистая и всего остального, но мне не зашло. Черри кола, я ее сейчас курю. Очень хорошая вишня, очень хорошая кола. Не навязчивая, не химозная и самое главное не ацетоновая. И Frozen Raspberry. Грубо говоря, можно было сказать, что Frozen Berry и Frozen Raspberry можно считать как один и тот же вкус. Но здесь малинка такая, знаете, просто вам сейчас объясню. Представьте бабушкино варенье, в которое бабушка еще и закатала немного мяты. Вот представляете, да, насколько это малиновое мятное варенье охуительное. Тоже здесь, в этой баночке. Но также весь проеб идет по крепости. Но это мое личное. Есть люди, которые не любят крепкое, то белая легкая линейка, конечно же, для вас. Если подводить итоги, то я скажу так. Все максимально стильно, здорово, круто. И самое главное, очень интересно в плане того, что ты получаешь реально то, над чем люди долго работали. Я, наверное, поставлю оценочку этому табаку и примерно объясню, почему я поставил такую оценочку. В общем, по продукту 8, нет, 7, где-то 7,5 из 10. Почему? Потому что среднюю линеечку можно было бы дотянуть. Потому что табак российский, это российский производитель. Это не Европа, не Германия, чтобы можно было сказать, да, у них там свои нравы, поэтому пускай там остается и будет там. То есть они там оценивают по-своему. Это российский продукт. И, конечно же, ребята должны были как-то нацеливаться на какую-то крепость. Я хорошо знаю, что ребята очень круто продаются в Европе, в Париже, в Испании. То есть, ну, там, там, там. Сейчас, конечно же, они там не продаются. Потому что я не знаю, кто там сейчас курит. Так вот. По крепкой линейке очень здорово для России, очень круто. Но по аромке идет просадка. Здесь крепость для России очень низкая. Но ради аромки это можно покурить и нужно. Я, конечно, бы с удовольствием прокурил бы и остальные вкусы. Я знаю, что у ребят там выйдет скоро каша с корицей. И мне это было бы очень интересно покурить. Поэтому моя оценка этому продукту 7,5 из 10 баллов. И я считаю, что вполне годный продукт. И ребята только начали. У них уже есть акциз. У них вся документация. И ребята полностью легальные. Так что всем пока-пока. Ставь лайки. А победитель, пожалуйста, напиши мне и не тяни с этим вопросом. Пока-пока. Продолжение следует...